Алло, здравствуйте, хеллоу, привет, с вами снова Кекс, и сегодня мы вместе с вами посмотрим на мод под названием Нежить. Именно так и именно это и добавляет этот мод. 10 новых зомби-мертвецов-нежити. Как хотите называть эту дичь, я вот, например, даже не знаю, как вот это можно описать, но самое интересное то, что каждый из этих мобов имеет очень уникальные способности, интересные эффекты, и сегодня мы на всех их посмотрим. Я очень надеюсь, что вам понравится сегодняшний обзор, и вы поддержите его вашему Лукаса вверх, и рандомный комментоз у нас сегодня залетает от Lego Sun 6, который просто пишет Amogus. Все, забаньте этого человека, ну, а мы, наверное, приступаем. И первый моб, на которого мы сегодня посмотрим, называется Гнилой, то есть Ротен или Сгнивший, как хотите, называйте это создание, и выглядит эта штука вот таким образом. Вы можете видеть, я сделал ночь, также добавил себе эффект ночного зрения, чтобы мы могли видеть всех этих мобов хорошо, и также для того, чтобы они не сгорали днем, потому что это будет работать так же, как с обычными зомби, и сразу вам скажу то, что мы будем начинать с самых слабых, самых обычных, и в конце будет самая дичь. Поэтому что ж, это у нас Гнилой зомби. В чем прикол? То, что он нейтральный, друзья, он нейтральный. Он не будет вас бить, пока вы его не тронете, или же не пойдет дождь. Он начнет быть агрессивным, как только пойдет дождь, поэтому будьте и имейте это в виду. Что ж, также у него есть 30 жизней, чуть больше, чем у обычного зомби, и, в принципе, у него есть один необычный эффект, то, что с небольшим шансом, после того, как вы его убьете, кстати, он довольно-таки быстрый, если вы уже начали атаковать, то он бегает довольно-таки быстро, но есть шанс того, что после того, как вы его убьете, давайте я вам это покажу, он заспавнит после себя облако ослепления. Ну-ка, иди сюда, парень. Парень, парень, парень. У меня обзор идет. Ну-ка, быстро давай. Шанс не супер большой, но иногда... Алло! Вот оно, друзья, боже мой, наконец-то. Вы можете видеть то, что он после себя спавнит облако ослепления, которое почему-то на меня не действует. Здесь каким-то магическим образом на меня в этом моде не действуют все эффекты. Возможно, это что-то я не так сделал. Возможно, что может происходить, но, по идее, это ослепление. Я отвечаю, что это ослепление. И, да, он, по идее, вас должен ослеплять. И это странно почему, но он на меня не очень хорошо работает. Ах, да, и совсем забыл сказать то, что этот моб будет спавниться только на болоте. Имейте это в виду. А мы поехали дальше, потому что следующий моб у нас грибок фунгус, друзья. Не амогус, а фунгус. Вы можете видеть, выглядит он, опять же, очень ужасно. Походу, неделька у него не задалась у этого парня. Какой-то он немножко... Я даже не хочу описывать то, что здесь происходит. Вы сами это прекрасно видите. А фунгус у нас сам моб, который спавнится, если не ошибаюсь, в джунглях. И, так же, вроде бы, на обычной поляне он так же может заспавниться. И он будет вести себя, как самый обычный зомби. У него, опять же, 20 жизней, как обычного зомби. Он уже агрессивный. Он сразу же будет хотеть вас убить. И у него есть, опять же, специальная атака. Он будет вас запускать токсичные газы, друзья. Так написано на сайте. И вот они поехали. Слушайте, у меня назритовая броня, друзья. У меня назритовая броня. Вы видите? Ай, как громко. Боже мой, можно потише звук. Боже мой. Короче, вы видели, сколько мне ХП сносилось? От всех его этих газов плюс урона. И у меня назритовая броня. Причем, можно мне убрать все эти эффекты? Спасибо. Поэтому имейте в виду то, что этот парень не такой уж и слабый. И, кстати, да. О, я вспомнил. Он вспомнился в джунглях и в мухоморных объемах. Поэтому, да. Вот такой грибок-гребище. Грибик от и отсюда. Поэтому поехали посмотрим на следующего моба. Это его брат. Это у нас Кримсон фунгус. Это у нас грибок. Но огненный грибок. Вы можете видеть. Выглядит он вот таким образом. Он имеет тоже специальный эффект. Специальный урон. Специальную атаку. Которая будет вместо того, чтобы вас отравлять, как предыдущий фунгус. Он будет вас поджигать. И также, в принципе, у него 35 жизней. Имейте в виду. Он довольно-таки мощный. И если я не ошибаюсь, то что он будет спавниться в лесу. Поэтому давайте попробуем. У меня мало жизней. Спавн поинт здесь на всякий случай. Поехали. Иди сюда, парень. Ты куда пошел? Ты куда пошел? Давай-давай. Сразись со мной. И вы можете видеть. Он уже меня поджигает. Он уже наносит свои мощные чары на нас. Он спавнил только частицы вокруг. И нам помог железный голем. И добил его. Здорово. Ясненько. Давайте я себе снова дам Night Vision. И вот такой грибок. Кровавый, красный, мощный, жесткий. Имейте в виду. Поэтому из него вроде бы ничего... Что-то происходит. Я не вижу его даже. Я не... Где он? Ты мне все закрыл. Ты мне все закрыл. Я ничего не увидел. Короче, из него вроде бы ничего такого интересного не попадает, кроме гнилой плоти. Есть некоторые мобы, которые будут вам давать некоторые прикольные вещи. Например, вы сможете скрафтить вот такой шлем из мышц коровы. Но об этом чуть попозже. Поэтому гол дальше. Итак, что с шесть. Следующий моб. Это довольно-таки надоедливая штука под названием «Потерянная душа». И это у нас вот такая вот черепуха, которая будет спавниться теперь только в аду. Но есть очень маленький шанс, что вы ее встретите в обычном мире. И что этот череп из себя представляет? На самом деле, на сайте написано то, что у него есть какой-то специальный... специальный... специальная атака, специальное уворачивание от ваших ударов. Но что-то он у меня как-то вообще не уворачивается. Я ему просто даю полностью сейчас. И он ничего не делает. И так как у него 10 жизней, я его спокойно убил. И на сайте тоже написано то, что он превращает в себя самого мобов, которых он... Стоп. Это он? Он что, телепортируется в космос? Что он там делает? Вы его видите? Короче, друзья, вот написано на сайте то, что он, по идее, будет превращать в таких же черепов всех мобов, которых он убивает. И убивает он, в принципе, только жителей. Поэтому это довольно-таки странно. То, что он спавнится в аду. Ну, с очень маленьким шансом он будет спавниться в обычном мире. Но как только он убежит, он тоже превратится вот в такую потерянную душу. И куда он... Если вы не видите, вот он. Вон он летает там наверху. Поэтому, да, друзья, довольно-таки маленький, надоедливый моб. Очень мало жизни. И, опять же, из него вроде бы выпадают только кости. Поэтому, да, идем дальше. Следующий моб. Это у нас спитер, друзья. То есть плевальщик, плеватель, плюющик, плюшка, друзья. Короче, вы можете видеть, это у нас вот такой зомби, у которого теперь нету рук. И у него видно только вот эту, я не знаю, гортань, что это такое. Короче, ту самую штуку, из которой он будет в нас плеваться. У этого моба 15 жизней. Не так уж и много. Потому что, ну, видно, что он довольно-таки слабый. У него даже нету рук. Но будьте начеку. Потому что, как я и сказал, этот моб будет в вас плеваться. Вы можете видеть, он в вас кидается вот такими вот шарами, я даже не знаю, чего-то странного, какой-то кислоты. И таким образом он вам будет наносить отравление. И не только. Потому что там, где попадают эти шары на пол, он будет спавнить различные негативные эффекты. Например, у меня есть отравление. И если я ошибаюсь, у меня также... А, да. У меня есть тошнота, отравление. И вроде бы есть еще какие-то эффекты. Поэтому просто будьте начеку. Он также ведет себя, как обычный зомби. Он будет вас сразу же атаковать. И этот моб спавнится тупо везде в вашем мире. Поэтому, если у вас ночь, имейте в виду, вы часто будете встречать такого надоедливого моба, который вдруг может подойти к вам сзади и начать восплеваться и наносить очень неприятные эффекты. Поэтому, да, друзья, если вы убите, из него, опять же, ничего не выпадает, кроме гнилой плоти. Поэтому, да, ребята, что ж, вот такой у нас был спитер. Идем дальше, потому что следующий моб это у нас зомби кау, друзья. У зомби кау есть довольно-таки необычный эффект, который я почитал на сайте. Во-первых, во-первых, можете видеть эту зомби корову можно увидеть только по ее глазам. То есть у нее нет глаз, да. И также она супербыстрая. И почему-то из нее вот эти вот частицы вылетают снизу неба. Вы можете видеть, я не знаю почему. Но, короче, именно поэтому вы можете отличить эту корову от обычной. Эта корова будет спавниться в обычном мире, опять же, если я не ошибаюсь, в тайге и на горах. И, по идее, эта корова будет как каким... Я не знаю, на сайте написано, что эта корова будет вас толкать. Толкать на возвышенность. Я не понимаю. Вот, погодите. Давайте посмотрим. Если я встану здесь, спампует, она меня сейчас убьет. Она будет толкать вас на возвышенность. Как это работает, я вот это немного не понял. Окей, корова меня убила. Молодец. Хочешь лайк? Не получишь лайк. Но давайте попробуем еще раз. На сайте написано, эта корова будет толкать игроков на высокую точку вашего... Я не знаю, возможно... Я не понимаю, что происходит. Я не понимаю, что происходит. Но так написано на сайте. В принципе, урона у нее очень мало. Больше ничего она такого не делает. Но из нее выпадает с маленьким шансом. Нам на этот раз не повезло. Но из нее выпадают вот эти вот коровьи... Зомби-коровьи... Коровьи зомби... Мускулы зомби-коровы. Да, друзья. И с помощью этих мускул вы сможете сделать следующее. Вы сможете сделать вот такой Blood Shell Helmet, который делается из гневой плоти и мускулы зомби-коровы. И с помощью этого шлева вы сможете защищаться от плохих эффектов некоторых зомби. Кстати, выглядит эта штука довольно-таки забавно. Мне нравится. И если я не ошибаюсь, это все. То есть этот шлем вроде как будет защищать вас от плохих эффектов. Окей, что ж, поехали дальше. Потому что следующий моб это у нас The Bomber, друзья. И это у нас вот такой моб, который, в принципе, опять же, ведет себя как обычный зомби. Он будет начинать за вами бежать. И у него есть довольно-таки забавный эффект. Если он очень долго за вами бежит, он тупо взорвется. Поэтому давайте посмотрим, сколько времени. Я это тестил, он у меня взорвался. Но я не понял, сколько времени ему нужно, чтобы он... Он начал взорваться. Но, по идее, он бежит, он бежит. И в какой-то момент он тупо взорвется. Вот сейчас? О, нет, ну... Почему ты мне портишь мой обзор? Почему? Окей, хорошо. Вот оно, друзья. Он как раз-таки тогда и остановился для того, чтобы взорваться. Но... А, железный голик мне все попортил. Короче, буквально, я не знаю, 30 секунд он за вами бежит. Потом тупо взрывается. И довольно-таки забавно. Потому что, в принципе, он очень слабый. Потому что, окей, вы к нему убежали, он тупо взорвался. Но будьте осторожнее, чтобы он не взорвался рядом с вашим домом. Поэтому, да, друзья. Что ж, мы опять же сделаем тайм-сет 15 тысяч, чтобы у нас была ночь. И также этот моб будет спавниться везде в вашем обычном мире. Имейте это в виду. Идем дальше, потому что следующий моб довольно-таки жесткая штука. Потому что этот моб уже будет спавниться в стаях. Друзья, в стаях по 6 вот таких вот мунфлауэр. Это у нас, можно назвать, это как лунный цветок, можно перевести. И когда эти мобы спавниться в стаях, во-первых, они могут создавать рейды на деревню. Они быстрые. Они, как можете видеть, сразу же начинают бежать в сторону деревни. И будут начинать ее рейды. Давайте посмотрим, как это будет выглядеть. Если мы много таких заспавим. Посмотрите, они убили голема. И у меня вообще здесь даже жителей не осталось. Поэтому здесь рейды никакого не может быть. Ну да, друзья. Ох, у них очень мерзкие звуки. И также у них очень-очень большая дальнозоркость. Они будут видеть противника за 100 блоков, написано. Давайте посмотрим. Если я встану вот здесь. Вы хотите сказать, что они меня увидят? Да, они меня увидели. Они бегут. Они идут за мной. Поэтому имейте это в виду. Также, если они в группе, у них есть специальные некоторые атаки. Они, по идее, тоже будут как-то в вас плеваться. Хотя я этого еще не видел, когда это проверял. Я не понял, как это работает. Вот они в группе. Почему они не плюются? Поэтому имейте это в виду. Также написано, что они могут прыгать даже через заборы. И они довольно-таки быстрые. Поэтому это тоже нужно иметь в виду. Парни, парни, спокойно. Давайте просто посмотрим, что они со мной сделают. Ау, ау, ау. Да, у одного из них, всего лишь у одного, не так уж и много урона. Но когда они в такой группе, это довольно-таки опасно. И, в принципе, я просто хочу посмотреть, каким образом происходит этот плевок, который, по идее, у них должен быть в группе. Но, возможно, он работает только, когда они сами по себе заспавнились в группе. А будут спавниться они, если не ошибаюсь, в лесу и в тайге, и на равнинах. Также давайте мы сделаем, опять же, Night Vision. И посмотрим, может быть, что... О, они уже бегут за мной. Они меня увидели. Слушайте, реально 100 блоков. Это довольно-таки опасно. И вы могли только что видеть, насколько высоко они подпрыгивают. Так что они реально могут прыгать через заборы. У них по 25 жизней, поэтому имейте это в виду. И, по идее, также было написано, что они будут давать какие-то эффекты. Но, вроде бы, вроде бы нет. По идее, они должны плеваться. Но, почему-то они у меня не плются. Поэтому, да, друзья. Короче, это такие странные зомби непонятные. С головами какого-то вот... Я даже не знаю, как это описать, друзья. Я не понимаю. И из них попадает, кстати, если я не ошибаюсь, вот эта дичь, друзья. Это у нас черный... Черный лепесток. И он используется вообще не знаю для чего. То есть, просто черный лепесток. Что с ним делать? Куда его применить? Я, честно, не знаю. О, стоп, погодите. Погодите, я что-то понял. Я что-то понял. Я этого не знал. На сайте не написано ничего про предметы, только про мобов. Смотрите, когда мы нажимаем на этот лепесток, он подсвечивает... А-а-а! О-о-о! Канелус-то догадался. Короче, вы просто кликайте на правду мыши, и он буквально на 2 секунды подсвечивает всех этих лунных цветков, которые находятся где-то рядом с вами, недалеко. И это забавно. Это прикольно. То есть, вы можете их вычислить, если вы слышите эти звуки. Вы думаете, о-о-о, они где-то рядом. И таким образом вы можете их увидеть. Поэтому, довольно-таки забавно. Необычный моб. Необычный моб. Давайте посмотрим, что у нас у кузницы. А-а-а, что у нас у кузница? У-у-у, неплохо. Ну, а мы идем дальше. И так, ребята, что ж, представляю вам предпоследнего моба на сегодня. Это у нас Hell Waste. То есть, это у нас адский отброс. Я даже не знаю, как это правильно перевести. Но, да, ребята, вы можете видеть, это моб сделанный, опять же, из песка душ. Каким-то образом. Я вообще не понимаю, опять же, как это можно описать, что за дичь здесь происходит. И этот моб будет спавниться в пустыне, в обычном мире. И также в биоме с душами в аду. Это, понятное дело. И у него есть довольно-таки прикольный эффект. То, что он будет взрываться и спавнить визеров скелетов. Поэтому давайте мы выйдем в сурвайл. И посмотрим, как это будет выглядеть. Он очень медленный у него. Мало урона просто, если он будет вас просто атаковать. Но он иногда в один... В любой момент он может взорваться. Поэтому давайте посмотрим, парень, взрывайся. Вы можете видеть, он мне вообще урон не может нанести. Но его самый главный урон это взрыв. Который довольно-таки мощный. Поэтому, о боже, отстаньте от меня. Отстань, уйди, уйди. Иди гуляй, иди гуляй, я сказал. О боже мой, я пропустил взрыв. Ну да, ребята. Черт. Ну вы поняли, да? Он взрывается и спавнит визеров скелетов. В принципе-то все. Он больше, если я ошибаюсь, ничего не делает. Но все равно опасно. Потому что как только он спавнит визеров скелетов, вам они могут отдавать по лицу. Поэтому имейте это в виду. И в принципе, да. Давайте перейдем уже к последнему мобу. Это у нас русалка. Мермейд. Прямо так и называется. Хотя это не очень похоже на русалку, но выглядит эта штука вот таким образом. И я даже не знаю, как это описать, друзья. Это что-то такое. Возможно, это когда-то было русалкой. Но это у нас моб, который может плавать. И может также передвигаться по земле. У него довольно-таки много урона. И также этот моб будет атаковать всех возможных мобов. Всех возможных зверей. Например, вот эту свинью. Вы можете видеть, да. В принципе, у него вроде бы нет супер-мегаспособности. Он тупо вас атакует. У него не так уж и мало урона. И спавнится он, я честно не знаю где. На каких-то островах, если у вас было написано. Поэтому, да, друзья. Что ж, я думаю, на этом все. Вот так вот у нас сегодня был. А, они все спавнились. Грустно. Ну, только вот этот парень остался. Хотел вам еще раз их себя показать. Но довольно-таки забавный мод, если вы хотите устроить себе сборку с постапокалиптическим миром. Мне кажется, это будет идеально для вашей сборки. Или просто так установить себе этот мод, пожалуй, стал на Forge, версии 1.16.5. Если вам понравился видос, поставьте лайк. Оставляйте комментоз. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольцы. С вами был Кекс. Всем пока.